Датская полиция назвала имя копенгагенского террориста. Это потомок мигрантов, рожденный в Дании. Амара Абдель Хамид Эль Хусейн. Ему было 22 года. Он уже попадал в поле зрения полиции. Его подозревали в незаконном хранении оружия и связях с преступными группировками. Полиция считает, что преступник явно действовал под влиянием террористической атаки в Париже на редакцию Шарли Эбдо и кошерный супермаркет. Конечно, нас очень беспокоит, что молодые люди из Дании отправляются воевать в Сирию и Ирак. В ближайшее время мы выступим с предложениями по мирам, которые можно предпринять, чтобы бороться с теми, кто хочет оставить свою мирную, демократическую страну, чтобы воевать за то, что так сильно отличается от основ нашего государства. Днем полиция обыскала интернет-кафе в Копенгагене. В Копенгагене заведение находилось рядом с тем местом, где был убит предполагаемый террорист. Обыски прошли еще в нескольких точках, включая дом подозреваемого, который накануне убил двоих. Человек в синагоге и кафе ранил пятерых полицейских. При обысках найдено оружие. В рамках следствия арестованы несколько человек. Этот человек уже попадал в поле нашего зрения. Мы наблюдали за ним. Прямо сейчас мы не можем сказать, ездил ли он в зоны конфликтов, такие как Сирия и Ирак. Но мы пытаемся это выяснить. Нашли террориста случайно. Полицейские окликнули неизвестного мужчину около станции метро неподалеку от синагоги. Он открыл огонь и был убит на месте. По предварительным данным, он единственный участник вчерашних атак. Первое нападение произошло накануне вечером. Неизвестный устроил стрельбу в кафе, где в то время проходил семинар под названием «Искусство, богохульство и свобода слова» среди участников посол Франции в Дании и известный художник Ларс Вилкс, автор карикатур на пророка Мухаммеда, опубликованных в 2007 году. В результате атаки на кафе погиб режиссер-документалист Финн Нойергард, а трое полицейских получили ранение. Еще через несколько часов неизвестный напал на одной из местных синагог. Жертвой стрельбы стал волонтер-охранник, и еще двое полицейских пострадали.